Всем привет, ребята! Я сегодня очень хочу для вас записать видео про свою собаку. Мне самой очень интересна эта тема, и тем более многие мне просили, запиши там... В общем, многие писали мне, усю-сю, усю-сю, какая Ева милая, сними нам что-нибудь про неё. Я всё-таки собралась записать это видео, надеюсь, вам будет интересно, надеюсь, я вам дам какие-то советы, особенно тем, кто хочет завести свою первую собаку, и давайте скорее начнём, я расскажу вам всё про Еву. Ева это такса, относится она к категории карликовых такс, в принципе, такса считается самой злой собакой на свете, она в рейтинге стоит первой, можете даже в интернете посмотреть, но я, конечно, с этим не соглашусь, потому что, мне кажется, всё зависит от того, как вы воспитаете свою собаку, какой у вас будет с ней контакт, насколько вы с ней будете доверять друг другу. Уход за таксой минимальный, единственное, что надо делать, ну, периодически чистить ушки ей, также протирать шерсть какой-нибудь тряпочкой периодически, просто для блеска, и подстригать когти. Это абсолютно спартанская собака, она будет с вами везде, в любой ситуации, никогда вас не бросит, в плане того, что она пойдёт с вами на рыбалку, на охоту, на длительную прогулку, под дождём она не зябнет, она выдерживает морозы, она выдерживает сын-цепёк, очень реально такая приспосабливаемая порода, потому что она действительно охотничая, и в ней все эти качества ярко проявлены. Ева — это не первая моя собака, у меня есть ещё одна собака, её зовут Буля, это мама Евы. Я её очень хотела переманить на свою сторону, забрать жить к себе, но на новой квартире она как-то постоянно терялась, она думала, что тут всё новое, боялась оставаться тут одна, поэтому я решила её не мучить, оставить её в родительском доме, там, где она привыкла жить, тем более она там ещё живёт со своей подружкой, с кошкой. Но как только у Були родились первые её щеночки, то я сразу же решила одного щенка оставить себе, и оставила себе Еву. Еве сейчас чуть побольше, чем два с половиной месяца. Я её везла из одного города на нынешнее наше место проживания, на поезде, и, в принципе, это, с одной стороны, достаточно сложно для новичков, а с другой стороны, это всё элементарно. С Були с её мамой, конечно, было легче ехать на поезде, потому что она уже приучена к туалету на улице, я, конечно, немножечко как-то хулиганила, и всё было в новинку. Но всё равно, знаете, в туалетик она ходила на пелёночку, просто это случалось гораздо чаще, чем у взрослой собаки, постоянно её приходилось просто снимать с своего места и ставить на пелёнку, а всё остальное так, знаете, прошло весело достаточно, и не особо напряжно. Как только мы приехали на новую квартиру, я дала ей какое-то время освоиться, она сделала это очень быстро, буквально за 2-3 часа, и всё. Потом я ей показала, куда ходить в туалетик, и, в принципе, на этом всё, привыкание закончилось, и мы начали с ней дружить. Ева пока ходит в туалетик дома, на улицу мы не выходим, просто потому что ещё не все прививки сделаны, на этой неделе мы идём делать последнюю прививку, потом будет ещё небольшой карантин, и потом уже будем выходить на улицу. Я не буду никакого потепления дожидаться, буду выходить в ту погоду, какая есть на данный момент, для того, чтобы она привыкала, чтобы она закалялась, и для того, чтобы приучить её быстрее к одежде, потому что у меня есть такой опыт, что булли мы начали вводить тоже очень маленькой, буквально прям после её первых прививок, и она никогда не сопротивлялась с одеждой, потому что она поняла, что для того, чтобы гулять на холоде, она очень любила гулять, надо утеплиться. Практически сразу, как только Ева переехала ко мне, я стала учить её всяким разным командам. Первая команда была команда ко мне, также я научила её команде сидеть, команде лежать, команде дай лапку, команде ап, которая обозначает прыжок, команде крутись и команде поворот. Также мы с ней изучаем ещё другие команды, я нашла целый сайт с трюками для собак, оставлю вам его в описании, может быть кому-то будет интересно. Очень полезно заниматься с собакой именно такими тренировками, которые заставляют её не только физически нагружаться, но и умственно, она запоминает слова, она становится вам ближе, у вас как-то налаживается сильнее контакт. Также я приучила Ева в смешной команде пись-пись-пись-пись-пись, когда я говорю эту команду, это значит, что надо пойти на пелёночку и сделать свои делишки. Ева у меня уже остаётся дома одна, я её чуть-чуть приучала, сначала на 10 минут выходила, мусор выкинулся, потом там на час ходила в магазин за продуктами, а потом уже уходила настолько, насколько мне надо. Кстати, да, наши собаки спят с нами в постели, в основном это так. Малышка спит всегда со мной, она как-то боится на полу там находиться, а более, ну, периодически, если ей жарко, она может уйти там в другую комнату спать. Я не вижу в этом ничего такого, что собака спит с вами в кровати. Кто-то считает собак грязными животными, я, например, считаю, что собака это друг человека, что это чистейшее животное, и физически, и психологически, и душевно. И знаете, есть причина, когда можно всё-таки на собаку наорать и пошлёпать её по попе, это объективная причина, это та ситуация, когда стоят угрозы её здоровью. Первое время относительно щенков, я вам настоятельно рекомендую убирать все провода, все электроприборы с пола, даже если они обесточены и собака их погрызёт, то потом, когда вы будете вставлять вилку в розетку, вас может дёрнуть. Ева один раз интересовалась очень активным проводом от утюга, один раз перегрызла мне мышку от ноутбука, и один раз она уже, так знаете, впилась зубами в зарядку от ноутбука, и, в принципе, это был последний раз, потому что я застукала её за этим и наподдала ей так этим проводным, что, да, она скулила, но больше она не подходила к проводу. А мне, знаете, лучше она поскулит один раз, чем она откинется от того, что она перегрызёт провод. Мне она слишком дорога, чтобы я могла позволять ей такие глупости. Про смену зубок могу сказать, что это всё легко и незаметно проходит для хозяина, потому что зубки выскакивают сами, как пробки из бутылки. Иногда вы можете играть с собачкой, и, допустим, за домашний костюм зубик зацепится, и бам, у вас уже на вашем костюмчике висит молочный зубик, а собачка уже побежала, она её даже не заметила. Единственное, у нас был конфуз с молочными зубами у Буленьки, у её мамы, потому что молочные клыки не выпали, но уже выросли коренные клыки. И это было, как, знаете, из фильма «Чужой», то есть собака, тут у неё два клыка, а тут у неё два клыка. Смотрелось как-то странно. Но мы просто пошли в ветеринарную клинику, за 10 минут там выдернули ненужные зубки, и всё, и Буля пошла радостно виляя хвостиком, даже ничего не заметила, и до сих пор даже один молочный зубик я храню у себя дома. Вообще, мне кажется, щенок с рождения до месяцев 6-7 и всё пытается попробовать на зуб. Хочет он грызть, 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 зубки чешутся, как у детей, всё аналогично. Просто покупайте как можно больше игрушек, поощряйте, когда собачка играет с игрушками, и так умеренно наказывайте просто строгим голосом, говорите «Ай-яй-яй», когда собака грызёт там ваш новый паркет или пытается перестроиться к вашим ботинкам. Ну а касательно девичьих дней, скажу так, что её мама, Буленькая, в эти дни немного меняется эмоционально, становится более аккуратной, более настороженной. Я бы не сказала, что она бегает и всем подставляет свою попу, но всё равно я в эти дни стараюсь её водить только на поводке гулять. А касательно того, как это всё проходит дома, то могу сказать, что это всё проходит достаточно незаметно, потому что собаки сами по себе достаточно чистоплотные, они всё за собой как-то убирают, никаких следов не оставляют. Так как Буленька привыкла спать в кровати, то, естественно, какие-то пятнышки утром есть, они все легко отстирываются, просто приходится какое-то время спать на тёмных простынях, а не на кипельно-белых. Но в целом никаких напрягов нет, надо просто понять, что это животное, и это его естественная сторона, по-другому это животное не может. Булли мы пытались приучить к трусикам, но, знаете, она их не любила, и она их даже, мне кажется, потом куда-то спрятала. Ребята, если всё-таки вы живёте вообще одни, или дома действительно подолгу нету никого, то лучше подумайте, стоит ли заводить собаку, стоит ли мучить её и себя. Ребята, если у вас есть дома собачка, то обязательно напишите мне в комментарии, поделитесь, как её зовут, что за порода, расскажите что-нибудь про неё. Мне очень интересно, я обожаю, потому что собак. Если у вас ещё остались какие-то вопросы, то тоже обязательно мне пишите, я вам всё-всё расскажу, я обалдею от всей этой темы, спасибо, что досмотрели, я вас очень сильно люблю, и Ева вас очень сильно любит, и до встречи в следующем видео.